Еще важно при демонстрации товара, когда вы что-то показываете, объясняете человеку, не засыпать его какими-то сложными техническими терминами. Если вы ими владеете, хорошо, вы можете показать свою экспертность, но важно, чтобы это в обратную сторону не сработало. Если клиент более подкованный, он может задать какой-то более сложный вопрос, и вы можете на него не ответить. Это нормально, такое случается, тогда лучше подозвать, например, коллегу, эксперта и уточнить все эти моменты. То есть тогда и вы не упадете в глазах покупателя, и во-вторых, как продавец будете экспертом, и не только как пользователь какого-то товара. Не знаю, если вас просят, вот кондиционер вот этот обдувает, не знаю, там помещение 4 квадратных метра, 10 квадратных метров, нормально будет холодить или нет. И вы можете спросить у коллеги, у специалиста, и ничего страшного, если клиент пообщается с одним, с двумя сотрудниками. Поэтому и потом, когда вы завершаете продажу, если все сделано правильно, вы даете возможность покупателю купить товар, и под его параметры персонализировано такое дело, презентацию именно под его потребности. Еще важно, когда вы делаете демонстрацию товара, чтобы у клиента убрался такой барьер, и этот товар в хорошем смысле захватил его. То есть, например, если вы продаете там, не знаю, матрасы, попробуйте дать ему полежать, да, чтобы он потрогал, присел, либо потом лег, ну, на такие минимальные вещи. Либо, например, что-то он посидел там, покрутил какие-то ручки, все попробовал, понажимал кнопочки, либо в плане одежды, да, примерил и так далее, чтобы он ощутил этот товар и тактильно, и так. И, соответственно, вы тогда дадите возможность пощупать, да, и человек захочет больше этим товаром владеть. И прикольно, если вы продаете не через прилавок, а, ну, как бы, не напротив человека стоите с барьером в виде прилавка, а если вы можете подойти к нему рядом, и, например, пока он мерит, рассказывать, как этим пользоваться там товаром, услугой и так далее, будто еще, будто другу рассказываете, как этим товаром пользоваться, обучаете его, хотя он еще не купил, а вы уже, как бы, рассказываете, что это его. И плюс, если вы будете находиться рядом с клиентом, стоять, а не через барьер, через какой-то прилавок, то он может, во-первых, и оценить ваше желание, да, обслужить его в плане сервиса, плюс это будет убирать какие-то барьеры, вам будет проще потом завершить сделку.